Путевка в жизнь для каждого ребенка. Именно так называлась пленарная часть Республиканской Августовской Педагогической Конференции. Каждый год учителя собираются вместе и обсуждают, как сделать образование лучше, что предпринять, чтобы дети хотели учиться и можно ли научить это делать. Может ли школа ответить на своевременные вызовы и может ли этот ответ удовлетворить тех, кто до сих пор верит только знаниям из бумажных книг и не доверяет их электронным аналогам. Здравствуйте, Олег Алексеевич. Всего один вопросик. Какое вам первое сентября в жизни в детстве запомнилось больше всего? Конечно, когда пошел в первый класс. Первое сентября в первом классе, наверное, помнит каждый ребенок. И несмотря на праздничную атмосферу того дня, он для каждого по сути и есть первый шаг в большую жизнь. С коллективом, новыми вызовами, проблемами и задачами. Только так, пусть и с букетом гладиолусов в руках. И как маленький еще ребенок шагнет в эту большую жизнь, зависит от того, как его встретят взрослые, в какой школе он окажется и как, заявляют психологи, все здесь может иметь значение. Вплоть до цвета стен в первом кабинете маленького большого человека. Мы с вами запустили в этом году и активно реализовываем капитальный ремонт образовательных учреждений, которые имеют износ 50 и более процентов. И в ходе этой работы мы изначально договорились, что мы с вами ремонтируем не просто стены, мы с вами не просто ставим новые окна и перекрываем крыши, а мы с вами создаем совершенно иную образовательную среду, основанную на современных технологиях и на современных программах, направленную на вооружение наших детей нужными и необходимыми знаниями. Знать наизусть таблицу умножения важно, но еще важнее понимать, что и на что умножать, что складывать, а что вычитать. И ставшее едва ли не философским делить на два – это тоже из школы, и это тоже талант. Важно его заметить, развить и проложить этому дарованию русло. От школы до защиты докторской – это не просто тренд. Задача, поставленная президентом. Вот и сегодня студенты техникума коммерции и питания готовятся к международному чемпионату WorldSkills. Мы активно готовимся к чемпионату в Уфе. Надеемся, что заслуга приставит нашу вашу республику. Когда хотите выступать? 23 или 24 августа. Скоро уже. Но чтобы понять, чем ребенок хочет заниматься дальше, он должен иметь возможность попробовать. И речь не про маргинальный подход. Попробовать все. Как раз все пробовать и не нужно. В гимназии номер 5 Чебоксар ученики в лабораториях не учатся, а узнают, что такое интересно и что такое не очень. Дети, первое, что делают, они отрабатывают навык. Навык в практических лабораториях, на школьном заводе. Они шьют, они моделируют, они познают сначала дело, ремесло и потом уже идут к учебнику. Похвастаться своими возможностями могут и сельские школы. Это не только современные условия образования, это принципиально новый подход к академической педагогике. Мы вошли в том году в федеральный проект «Точки роста». И на сегодня у нас имеются два таких класса, где оборудование, самое современное оборудование. Мы сегодня можем говорить о 3D-принтерах. Мы говорим, наши ребята пользуются виртуальным шлемом, квадрокоптерами, интерактивными досками. Гордостью вашей школьники-победители и призеры Всероссийских Олимпиад. Таких 20. Учителя и родители зачастую спорят, кто должен воспитывать, школа или семья. Здесь обоюдная ответственность. И, как признаются профессиональные педагоги, в этом процессе есть и третий участник. Если говорить о сугубо профессиональных компетенциях, то с этим дело не так уж и плохо. Надо сказать, что большинство выпускников удовлетворяет требованиям родотодателей. Но проблемы с так называемым soft skills, это надпрофессиональные навыки, коммуникация, работа в команде и с уровнем начитанности, что ли. И единственный способ – это книга, дружба с ней. Вот вопрос очень сложный, который стоит сегодня перед школой в первую очередь, перед семьей. Знания через опыт превращаются в навык, формула из академической педагогики. И в этой цепочке, несмотря на запрос общества, очень важно не допустить сбоя. И вот в этом свете роль учителя становится без преувеличения фундаментальной. Знание уже не просто сила, это несокрушимая мощь всего государства и цивилизации в целом. Вадим Уравьев, Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика.